У нас под реставрацией очень часто понимается такая чисто техническая работа. Убрать царапины, новую копию напечатать или отсканировать. А на самом деле реставрация — это захватывающий процесс сбора пазла или мозаики по кусочкам. Особенно, когда речь идет о фильмах 80-90-100 лет недавности. Потому что до нас почти все дошло искаженным. Какие-то фрагменты были вырезаны цензурой, какие-то не сохранились из-за плохих условий хранения пленки. Что-то было неграмотно и небрежно скопировано на новые носители. И вот теперь мы должны возвращать фильмам первоначальный облик. Вот «Обломок империи» — это как раз образец такой работы. Это каноническая картина, картина легендарная, на которой выросло не одно поколение кинематографистов. Фильм, которому в Афгике учат, например. Но, как выяснилось, все это время мы имели дело не с полной версией картины, а с версией сокращенной, порезанной. И можно было догадаться об этом давно уже. Как-то никому, мне в том числе в голову это не приходило. Потому что самый знаменитый кадр в этой картине — это кадр с Христом в противогазе. Распятие, Христос на распятии, и на лице у него маска противогаз. Эта фотография, этот кадр опубликован, ну, едва ли не в каждой книжке по истории советского немого кино, в книжках про режиссера Эрмлера, про актера Федора Никитина. Тем не менее, в нашей госфильмофондовской, канонической, как считается, копии, этого кадра нет. А поскольку наша копия считается эталонной, и поскольку фильм классический, то потом у госфильмофонда скопировали эту картину десятки киноархивов. И вот, когда в 2011 году я читал лекции в Чикаго, и для просмотра со студентами мы заказали очень плохого качества копию на пленке 16-мм. Эта картина была к империи. Это была версия американская, прокатная. И вдруг, неожиданно, я увидел этот кадр Христа в противогазе. Я знал уже, что его нет, и мне вообще казалось, что, собственно, кадр был снят, но, может, в картина не вошел. И не только его. И вдруг вообще фильм пошел как-то не в ту сторону этого. Это самое интересное, когда находишь какой-то аутентичный вариант, другой вариант. Ты уже знаешь фильм наизусть, и вдруг герои действуют не так, не рюдо ходят, появляются новые персонажи. Классический пример, если отвлечься от блога империи, это история с Метрополисом. Картина Фрица Ланга. И только когда найдена была в Аргентине полная версия фильма, мы узнали, что это другая картина просто. С другими сюжетными ходами, с другой драматургией, с другим ритмом и так далее. Вот с обломком история похожая на самом деле. Узнав, что в Америке хранится вариант более полный, мы решили объявить поиск, что ли, этого фильма по всему миру. И действительно обратились к нашим коллегам по ФИА, Международной Федерации киноархивов, и нашли в разных архивах, в разных архивах нашли десятки копий этого фильма. В этом вообще беда реставрации знаменитой картины, потому что везде она есть. Да, и это головная боль. Страшно все это проверить. Из этих десяток копий девять оказались разными вариантами. Потому что фильм прокатывался много где, и везде его по-разному резала, как правило, цензура. Где-то религиозно-церковная, понятно, этот образ Христа кого-то шокировал тогда, хотя на самом деле он как раз христианский, а не антихристианский. Это антимилитаристская сцена, пацифистская. Где-то фильм резали за излишнюю сложность киноязыка, убирали какие-то метафоры. А то, что хранится у нас в Госфильмофонде, то, что мы вчитали и выдавали всему миру за оригинальную полную версию, это с очень большой долей вероятности версия перемонтированная, порезанная для деревенского сельского проката, то есть упрощенная для сельского зрителя. Из этих девяти вариантов, которые мы нашли по всем архивам мира, мы остановились на двух. Это очень хороший позитив, сохранившийся в Голландии. И это неполный позитив, сохранившийся в Швейцарии, но там что-то был кадр с Христом, который в Голландии вырезали. В Голландии почти ничего не вырезали, но кадр с Христом там не было. И к тому же в Швейцарии оригинальные русские титры. А это, между прочим, тоже отдельная, увлекательная работа с этими титрами. Важен не только текст правильный, важен правильный дизайн, как мы сейчас сказали бы, этих титров, потому что титры были элементами монтажа. Например, когда герой не понимает, кому принадлежат теперь фабрики и заводы, значит, происходит действие вскоре после революции, и кричит, кто хозяин, кто, 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 это кто, повторяется раз пять. То, как мы неравно только выяснили, в оригинале вот это слово «кто» мелькало в разных частях экрана, увеличиваясь в размере, и в конце таким рупором заполняло весь кадр. И уже понятна была громкость, если угодно, динамика, истерика вот по одному оформлению этого титра. Поэтому найти оригинальные титры была очень важная задача. Мы нашли их для всех частей, кроме первой. Там у нас был список надписей, мы восстановили по нему. Работа по реставрации велась совместно с нашими коллегами по ФИАФ. Во-первых, это голландский киноинститут или музей кино Ай, где, собственно, и нашлась одна из этих замечательных копий оригинальных. И потом это фестиваль немобы кино Сан-Франциско. Не только фестиваль, но и киноархив. И Госфильмофонд. Мы три основных реставрирующих организации, но к тому же очень, конечно, важно было участие в швейцарской синематике, поскольку оттуда важные кадры. Мы не только нашли потерянные куски, это не только что с Противогази, это замечательный эпизод в реквизиторской клуба при заводе, целиком вырезанной из нашей версии. Это сцена в душе, которой у нас нет. Это даже финальный кадр, который другой, как выясняется. Это, как я сказал уже, оригинальные надписи. Но это к тому же еще и совершенно другое качество изображения. Потому что горючая пленка, нитропленка, обогащенная серебром, оригинальная, совершенно по-другому смотрится. И вот нам повезло, что и в Голландии, и в Швейцарии, и, кстати, еще в двух-трех архивах других, сохранились оригинальные копии обломка империи 29-го года. В Госфильмонфонде, к сожалению, копии только уже послевоенные. Поэтому даже те кадры, которые у нас в фонде есть, мы, так сказать, обновили, отсканировав для этой реставрации оригинальную копию 29-го года. Негатив, к сожалению, утрачен. Еще одна замечательная особенность обломка империи в том заключается, что к нему была написана оригинальная музыка, что в те годы делалось крайне редко. Авангардный композитор Владимир Дешевов, человек, которого очень высоко ценил, скажем, Дарью Смейо во Франции, или вот у нас Прокофьев, человек, которого тогда сравнивали с Прокофьем Шостаковичем, хотя, может быть, немножко перехваливая его, написал партитуру, которую исполняли тогда в 29-м году. В общем, с тех пор ее во всей полноте никто не слышал, потому что в 60-е годы, когда фильм выпустили на экран озвученным, только часть партитуры была найдена. Не так давно фильм показывали в Петербурге с музыкой Дешевова, но это была еще не восстановленная версия, а на самом деле музыка написана для полного варианта фильма. И вот сейчас, когда мы восстановили картину, мы для этой реставрации, для этого показа восстановили и оркестровую партитуру. Уже трижды была показана картина в таком виде, и я надеюсь, что и дальше хотя бы часть показов пройдет под эту оригинальную Авангардную музыку Дешевова. Фильмовых материалов в Госпом на фонде полезных не оказалось, но зато у нас оказались все необходимые архивные документы. Монтажные листы, то есть покадровая запись фильма делалась для цензуры, но это бесценный источник для киноведов. Список надписей, цензурные документы, сценарии и так далее. И вот таким образом всем миром, как и делается любая серьезная реставрация, мы эту работу закончили, начали в 2011 году, получается, а закончили в 2018. И она, в общем, можно сказать, триумфально шествует по миру. И важно здесь то, что действительно мы взяли каноническую картину, во-первых, мы напомнили о ней публике, все-таки это не облиносит Потемкин фильм, неизвестный, а во-вторых, вот теперь все эти старые копии оказываются уже устаревшими, и их нужно заменить вот на эту. Я думаю, что этот процесс потихоньку будет во всех архивах мира и странах происходить.